Домашние животные Я против регистрации людей. Вот собаки, чтобы были сытые, чтобы не страдали. Люди как-то выкарабкаются. Я животных люблю больше, чем людей. Чем дальше живу, тем я больше убеждаюсь в этом. Есть собаки, которые через клуб куплены. Моя собака не через клуб купленная. Чем это регистрация? Это только лишний сбор денег. Содержание домашних животных в квартирах будет возможным только с письменного согласия ассоциации владельцев, принятым большинством голосов владельцев соседних квартир. Я за собак отвечаю. Я за ними ухаживаю. И при чем здесь соседи? Это ерунда какая-то. Спрашивать у соседей, чтобы я спрашивал у соседей, заводить мне собаку или нет. Это глупость какая-то. Все должны будут спрашивать у друг друга. Это ерунда. Есть разные неадекватные соседи. И как я могу брать у них разрешение? Это нереально. Меня лишают права выбора. Где же тогда демократия? Я должна из-за соседей не заводить собаку. По поводу собаки ни у кого не спрашивали. Просто завели. Она же мощенькая, совсем меньше котика. В столице Молдовы выгул домашних животных будет разрешен, если владельцы будут иметь с собой метлу, совок, кулек и перчатки для уборки за своим питомцем. В городе, да, это нужно. А мы гуляем в парке, он в лесу гуляет. С какими скобочками? Ходить с кулечками, с одной стороны, это правильно, потому что, чтобы не было грязи, это не проблема. Да, конечно, там вот у нас тоже есть женщина, которая с кулечком ходит и убирает. Потому что дети играют на площадке, мы там вообще не гуляем. Как-то выходим подальше. Но еще проблема в том, что вот кто выходит с большими породами, это еще сложнее. И вот они почему-то не убирают. Эти правила предусмотрены положением, разработанным муниципалитетом. Документ пока не предусматривает санкции за несоблюдение соответствующих требований. Новые правила коснутся и бродячих собак. Сообщается, что их будут вылавливать и доставлять в специально оборудованные приюты. Фотографии пойманных животных будут опубликованы в течение 72 часов на сайте приюта для их идентификации в том случае, если животное заблудилось. Содержащиеся в приюте собаки, которые не были востребованы, будут стерилизованы после семидневного периода. Эвтаназия бродячих собак в приюте будет возможна только в случае неизлечимых заболеваний. Щенки и молодые животные в возрасте до 6 месяцев будут переданы другим лицам только после вакцинации, дегельминтизации и регистрации в реестре домашних животных. Примария выделит средства на приобретение и эксплуатацию мобильной клиники для стерилизации бродячих собак, а также животных, имеющих хозяина. Нововведения однозначно вызвали множество разногласий среди наших граждан. Как бы там ни было, к домашним питомцам стоит относиться серьезно. Только в таком случае эта любовь не причинит вреда ни вам, ни окружающим.